Партнер программы сеть детских клубов Йити и Дети Здравствуйте, ребятам! Здравствуйте! Хеллоу! Ребята, у нас с вами сегодня финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы с вами узнаем, кто станет победителем по итогам четырех наших игровых дней. Мне очень интересно узнать. А вы как? Да, очень! Ведь пока у вас равный счет. Пока у вас равный счет. Да! Наше первое испытание, как и прежде, будет на скорость, сообразительность и на знание, ребята. Темой нашего первого задания будут правила поведения воспитанных людей. Я буду читать стихотворения, но в каждом из них не будет хватать одного слова. Эти слова есть у вас на карточках. Вот вам нужно будет, я прочитаю стихотворение, а среди всех карточек выбрать нужную и назвать. Кто справится быстрее, у нас финал, ставки растут, поэтому каждый правильный ответ – две фишки. А кто справится быстрее, получит дополнительно еще одну фишку. Слушаем внимательно первое стихотворение. Берем нужную карточку, не называя. Неуклюжий песик-костик, мышки наступил на хвостик. Поругались бы они, но сказал он. Ах, молодец! Ай да, Ярослав, и Алинушка молодец! Ну, единственное, Ярослав, ну так уже быстро среагировал. Молодец! Три фишки, две за правильный ответ и одну за скорость. Ярослав, держи. Да, Алиночка, две за правильный ответ. Финал все-таки, поэтому за ответ правильный две фишки. Второе стихотворение. Толстая корова лула, ела сено и чихнула. Чтобы не чихала снова, мы ей скажем. Алиночка, когда ты чихаешь, тебе что говорят? Когда ты чихнула, что тебе люди говорят? Будь здорова! Будь здорова! Да, та картинка, карточка со словами, которые поднял Ярослав. Будь здорова! Олениху в два часа навестить пришла лиса. Оленята и олень ей сказали. Правильный ответ. И у Алины правильный, и у Ярослава правильный. Поэтому Алиночке две фишки за правильный ответ, а Ярославу две плюс еще одну за скорость. Умнички! И последнее стихотворение. Слушаем внимательно. Девочка Рита возле дорожки стол накрывает собаки и кошки. Пложки расставив, скажет им Рита, ешьте. Приятного вам! Молодцы! Несмотря на то, что падали эти картинки, Алина что-то передумывала, ответили одновременно и правильно. Приятного аппетита! Молодцы! Ну что, у меня стихотворения закончились. Давайте считать, сколько вам удалось заработать в этом конкурсе фишек. Считай, Ярослав, свои. Внимательно считайте. Шесть. Шесть. У Алины? Одиннадцать. Одиннадцать целых? Ого, какой молодец! Угу. И Алиночка шесть. Хорошо, но это только всего лишь первое задание. У нас еще самое главное, самое дорогое испытание, где больше всего можно фишек заработать, будет в конце, Алина. Так что мы не расстраиваемся, а готовимся к последнему испытанию. Но, а прежде чем мы подойдем к последнему испытанию, нам с вами предстоит еще встреча с уже знакомым нам человеком, с которым мы общались на протяжении трех предыдущих дней. Это дядя Виталий. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Вчера мы с вами говорили о том, как правильно нужно вести себя в школе. И я надеюсь, что все это вы хорошо запомнили. Ну а сегодня давайте поговорим о том, как поступать, если другие ребята ведут себя неправильно. Это, конечно, тема не из приятных, но бывает и так, что у вас в школе что-то пропадает. Одно дело потеряли сами, другое кто-то взял. Давайте поговорим о том, что необходимо делать, чтобы обезопасить себя от кражи в школе. Во-первых, не стоит брать с собой ценные вещи, например, дорогой мобильный телефон, фотоаппарат, дорогие игрушки. Все это может спровоцировать кражу. Второе, не нужно носить мобильный телефон у всех на виду. На шнурке, на шее, на поясе, во внешнем кармане одежды или сумки, или в руках. Лучше убрать мобильник во внутренний карман одежды или в сумку. По этой же причине, находясь на улице, стоит отключить звук входящего вызова, переведя телефон в режим вибрации. Третье, перед выходом из дома разложите деньги по разным местам. Носить деньги нужно во внутренних, застегивающихся карманах. Забирайте ценные вещи из верхней одежды, которую вы сдаете в гардероб. А на сегодня это все. А я, как всегда, желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Ребята, впереди у нас с вами самый волнующий момент, самый ответственный. И, между прочим, последняя возможность заработать фишки и определить, наконец, победителя. Кто же станет победителем? Очень мне интересно это узнать. Вы знаете, вопросы будут не из легких. Вопросы будут сложными и вопросы будут из любого дня игрового, которые у нас с вами были из первого, со второго, третьего. И по сегодняшней теме, конечно же, будут вопросы. Поэтому сейчас мы проверим, насколько вы все запомнили из того, что вам говорил дядя Виталий, я рассказывала. Итак, каждый правильный ответ стоит три фишки. Давайте с вами определим. Если кто-то неполно ответил и дополняет другой, то фишки переходят частично к сопернику. Ясно? Да. Давайте, кто начнет первым? Кто желает первым начать? Так, вдвоем хотите? Давайте тогда жребий. Просим жребий и определим. Кто же начнет первым? Выбирайте. Алина первая выбрала эту руку. Пусть Алина и начинает. Ты чуть позже дотронулся до моей руки, Ярослав. Ну, в принципе, Ярослав, это ничего не меняет. Это просто очередность ответов. Итак, первый вопрос для Алины. Ярослав, ты молчишь, только если Алина не знает, то ты будешь ее дополнять. Вопросы с первого конкурсного дня. Какие основные правила для безопасного пользования петардами и хлопушками ты запомнила, Алин? Я запомнила, что нельзя друг друга пулять пушками, петардами. Если кто-то стоит рядом, то не надо пускать него, надо родителям. Просто отойдите подальше. Правильно. А вот если огонь рядышком есть, можно? Надо вызывать спасателей, пожарных. Нет, я имею в виду, в огонь можно бросать хлопушки петардами? Нет, нельзя, ни в коем случае. Да, и даже не просто бросать в огонь, а нельзя даже просто их взрывать рядышком с огнем. Так? Да. И не стоять рядом с... Огнем. Зажженными фейерверками. И, конечно же, все это делать, как ты правильно сказала, под присмотром взрослых. Молодец, полный ответ. Умничка, все запомнила правильно. И надеюсь, что в жизни ты будешь точно так поступать, как только что сказала. Да, Алин? Угу. Хорошо. Три фишки у тебя в коробочке. Ярослав, второй вопрос для тебя. И на эту тему мы с вами говорили в нашу вторую встречу. Итак, слушай вопрос. Что надо сделать для того, чтобы ваш велосипед не украли? Надо его прицепить на специальный замок. Так, правильно. Угу. А еще? Надо за ним очень тщательно присматривать. Вот чужим людям можно дать покататься велосипедом? Нет, нельзя. Даже если ты отучишься на минуту, нельзя. Нельзя. Правильно, посторонним нельзя, Ярослав, давать. А еще вот самое важное, наверное, обстоятельство. Дядя Виталий об этом много говорил, как инспектор милиции. Что нужно еще сделать с велосипедом? Во-первых, его нужно сфотографировать. Сфотографировать и... Занести. И поставить на учет в милицию. Да, да. И тогда это уже 100%, что твой велосипед, даже если украдут, его очень быстро найдут, определят, кто стал вором. Молодец, Ярослав. Запомнил все. А что не запомнил, я тебе чуть-чуть напомнила. Молодец. Держи свои фишки заработанные. Алиночка, твой вопрос. Это тема нашего третьего конкурсного дня. Что нельзя делать в школе? Расскажи-ка ты нам, Алина. Нельзя в школе бегать. Нельзя в школе драться. Ни обзываться на кого, ни... Опаздывать в школу можно? Ни в коем случае. Даже нельзя прерывать урок, если ты опаздываешь. Надо постучаться и сказать, извините за опоздание. Умничка. А если очень-очень-очень сильно захотелось кушать во время урока, что делать? Надо подождать переменки или в столовую пойти. Правильно, правильно. По коридорам не бегаем, по крышам, подвалам и другим опасным местам тоже нельзя. Нельзя, не носимся, не бегаем. Хорошо, Алина. Очень довольна твоим ответом. Держи, пожалуйста, три фишки. И, наконец, финальный вопрос для Ярослава. Он по теме нашей сегодняшней с вами беседы. Как вести себя, чтобы в школе или в любом другом общественном месте уберечь свои вещи от вора? Надо очень тщательно присматривать и прятать в закрытые места и очень защищенные. Так. И надо, когда ты в гардероб свою одежду сдаешь, не надо в одежде с деньгами сдавать. Правильно. А можно носить вот телефоны, дорогие вещи? Вот у тебя очень есть любимые вещи, но они такие не из дешевых, скажем так. Можно такие вещи в школу брать? Нет. Нельзя. А если даже ты взял с собой телефон, где его нужно носить? Нужно его повесить так, но видно, место здесь, чтобы удобно было разговаривать. Нет, закрытое место. Правильно, во внутренний карман, который обязательно застегивается. Должен встегиваться. Да, и денежки туда же класть. Правильно. Правильно ты все сказал, Ярослав. Молодец. Вспомнил, запомнил. И получаешь за это три фишки. Поздравляю. Мы с вами приблизились к тому самому моменту, когда мы сможем сейчас узнать, кто же стал победителем. Но для этого нам с вами нужно посчитать фишки, которые вам удалось заработать сегодня. Так, Ярослав, сколько у тебя? Семнадцать. Семнадцать. Алиночка, сколько у тебя? Двенадцать. Двенадцать. Почти, почти. Так, а было у нас тридцать шесть. По тридцать шесть. У Алиночки сорок восемь, а у Ярослава, а у Ярослава пятьдесят три. Ну что, Ярослав, все-таки как мужчина тебе удалось в самом последнем конкурсе буквально оторваться от Алины и одержать победу. Мы тебя поздравляем. Правда, Алин? Поздравляем с первым местом тебя, Алиночка. Ты тоже победительница. Вы большие молодцы, вы очень хорошо отвечали на мои вопросы. Самое главное, ребята, это ваша безопасность. Ваша безопасность и тех, кто с вами рядом. А после наших передач вы о безопасности знаете намного больше, и это самое главное. Ну что ж, а мне осталось только что? Вручить вам подарки. Правильно, здесь они вон хранятся у нас. Так, где эта коробочка одна? Давай-ка, помогай доставать. Ярослав, это ты вручай Алине эту коробочку, а тебе вот это. Поздравляю, ребята. Подождите, подождите, присядьте, мы еще не попрощались с нашими телезрителями. Я вас поздравляю и с нетерпением жду встречи с нашими новыми участниками. А место нашей встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока. Пока-пока. 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 Пока-пока.